Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры! Мы продолжаем с вами исследование книги Священного Писания, притчей Соломона на библейском интернет-портале экзегет.ру И с вами снова сегодня я, Андрей Иванович Сладков. Мы с вами рассмотрели четвертую главу и приступаем к главе пятой. Сын мой, наставляет премудрый Соломон, Внимай мудрости моей и преклони ухо к твою, к разуму моему, Чтобы соблюсти рассудительность и чтобы уста твои сохранили знания. Ибо мед источает уста чужой жены, И мягче ли елее речи ее, Но последствия от нее горькие, Как полынь остры, как меч обоиды остры. Ноги ее нисходят к смерти, Стопы ее достигают преисподней. Если бы ты захотел постигнуть стезю жизни ее, То пути ее непостоянны, И ты не узнаешь их. Итак, дети, слушайте меня, И не отступайте от слов уст моих. Держи дальше от нее путь твой, И не подходи близко к дверям дома ее, Чтобы здоровья твоего не отдать другим, И лет твоих мучителю, Чтобы не насыщалась силою твоей чужие, И труды твои не были для чужого дома. Такое предостережение дает Премудрый Соломон сыну своему, Начиная с того, Что, внимая, говорит, мудрости, Снова и снова, как мы это читали с вами, С самых первых глав, Чтобы соблюсти рассудительность. Кирилл Александрийский пишет по этому поводу, Цитата, И так прежде всего другого Следует нам хранить в себе здравый ум И держать в памяти священные писания, Которые взывают и говорят о которых, Что держи ум свой и рассудительность, Премудрый Соломон, А скользнуться от правоты своих вероучений Может быть ничем иным, Кроме засыпания в смерти, Отдаем же и мы, Отпадаем же и мы от правоты, Если не станем следовать Богодохновенным писаниям. Отпадаем и мы от правоты, Если не станем, Как говорит свидетель Кирилл Александрийский, Если не станем следовать Богодохновенным писаниям. Конец цитаты. Как и говорит, Дарья изучает предостережение От блудной женщины. Говорит, как мед источают уста чужой жены. Говорит об осторожности общения человека с противоположным полом. Действительно. Сегодня, когда затрагивается эта тема, некоторые люди говорят, ну, вообще это уже не считается за грех. Даже слово какое-то там придумали. Да, ну, есть такие слова. Дьявол всегда старается замаскировать беззаконие. Помните, мы как-то говорили, убийцу называем киллер. Блудницу мы называем гейша. Человек там, пьющего человека мы называем ну, там, повеса какой-нибудь, бродягу там, пилигримом и прочие вещи. То есть всегда как бы маскируется грех там, ленности, если это у бродяги, каким-то красивой такой формулировкой. Да, обычная блудница, а ее называют гейша. Обычный убийца. Ему придумали такое хорошее иностранное слово, которое вроде бы звучит киллер. Здесь предупреждает премудрый Соломон. «Не ходи», — говорит, — «ноги ее не сходят к смерти». И так, — говорит, — «держись от нее подальше путь твой». И указывает на то, что если хочешь быть здрав телом. Действительно, как дальше и скажет апостол Павел о том, что блудник грешит против собственного тела. Что означают эти слова? Мы знаем, что блуд приносит очень многие заболевания людям. Такая чума, которую называют 20-го, уже теперь 21-го века, это СПИД. И многие другие болезни. Даже говорят некоторые врачи, что такое заболевание, как рак половых органов, он тоже является свидетельством того, что человек жил беспорядочной половой жизнью. И апостол Павел и Господь нас предупреждает о том, что тот, кто соединяется со Христом, становится с ним одно тело. Тот, кто соединяется с блудницей, тот становится с блудницей одно тело. С одной, с другой. Человек как бы разрывает свое тело, предаваясь этой страсти. Так пишет об этом. Посмотрим, например, Кирилл Иерусалимский в огласительных поучениях. Вот что он говорит, трезвость души, цитата, что польза знать хорошо учение о Боге и постыдно прелюбодействовать. С другой стороны, какая польза быть воздержанным, как следует и нечестиво богохульствовать. Видите, и так говорит, и так. Богохульство это тоже есть форма прелюбодеяния. Один прелюбодействует, говорит, что толку, что пользы, знать хорошо учение о Боге, постыдно прелюбодействовать, то есть впадать в блуд, но с другой стороны, говорит, какая польза быть воздержанным, то есть те люди, которые похваляются. Была такая секта скопцов, или есть такая секта в старообрячестве, которые оскопляли себя, что запрещено учением церкви, ориген, например, оскопил себя, тоже это запрет. Говорит, что пользы, какая польза быть воздержанным, как следует, но это богохульство поступать против природы человека. Если Бог посылает человеку и подвигает человек на какой-либо подвиг, и человек решается, например, дает, скажем, обет безбрачия, монашество, если Бог, а Бог это видит, и, как сказано, Бог ничего человеку не посылает сверх сил, значит, пошлет и смирение, и воздержание, видя намерение человека, послужить Богу. Поэтому познание догматов и бодростные души есть величайшее приобретение, поскольку много прельщающих философией и пустым обольщением. Здесь Кирилл Иерусалимский указывает на послание апостола Павла Колосиным, 2 глава, 8 стих, где сказано о том, что будьте внимательны, дабы кто вас не увлек не по Христу, а по стихии мира, по философии века сего. Что это значит? Почему здесь Кирилл Иерусалимский говорит именно об этом? Потому что сегодня многие люди супружескую измену и блуд не считают за грех. Они даже говорят, что ну надо как-то расслабиться, нужно на время. Есть даже такая тенденция, вот мне рассказывали, что люди должны расстаться на какое-то время, но он там где-то на стороне побегать, она на стороне, и потом якобы они опять соединяются, его супружеский брак у них становится более крепким. Какое опасное обольщение, какое опасное обольщение, какой вред человеческой души. Это как же потом друг на друга смотреть, это как же потом вместе жить? дьявол, он очень лукав. Его единственная цель это разрушить человеческую душу. Мы помним, куда он проник, кто ему ненавистен, ненавистна ему человеческая первая семья, которую создал Бог, Адам и Ева. Именно туда он проник, именно там он разрушил отношения между мужем и женой. Поэтому здесь премудрый Соломон и предупреждает об опасности греха прелюбодеяния. Итак, мы читаем с вами далее. Говорит 12 стих и скажет зачем я ненавидел наставление, то есть придет когда горе, придут болезни, не только спит, но есть целый, как говорят, букет велинических заболеваний, которые приобретает человек. И говорят там вот, есть средства, эти средства как есть свидетельство не всегда помогали. Поэтому ладно для тела, но для души то какой вред. Так и говорит, что после этого будет 12 стих и скажешь зачем я ненавидел наставление да, вспомнишь, говорит ты мамку и отца, когда известная поговорка зачем я ненавидел наставление и сердце мое пренебрегало обличением. Я не слушал голоса учителей моих и не преклонял ухо моего к наставникам моим. То есть такое состояние человека постигает, когда видит он, что все то, что ему казалось сладким, оказалось очень горьким и принесло много вреда как его духовному здоровью, так и телу. И вот снова вспомним эти слова. Блудник грешит против собственного тела. И далее едва не впал я во всякое зло среди собраний и общества и наставляет здесь где найти премудрый Соломон где найти лекарства от того, чтобы не впасть в эти согрешения. Он говорит снова-снова указывает пей воду из твоего водоема и текущую из твоего колодеца пусть не разливаются источники твои по улице потоки вод по площадям пусть они будут принадлежат тебе одному а не чужим с тобой источник твой да будет благословен утешайся женой юности твоей любезную ланью и прекрасную серную груди ее да упоевают тебя во всякое время любовь ее услаждайся любовь ее услаждайся постоянно и для чего тебе сын мой увлекаться постороннею и обнимать груди чужой ибо предачами господа путь человека и он измеряет все стези его беззаконного уловляют собственные беззакония его и в узах греха своего он содержится он умирает без наставления и от множества безумия своего теряется как хорошо заключает здесь премудрый Соломон от безумия своего теряется действительно блудник он и налево и направо куда только не смотрит бегает мечется и о таком люди часто говорят потерянный человек вот к чему приводят грехи человек потерял сам себя он не знает где путь где правда где ложь сегодняшняя модная философия так называемая философия релятивизма она говорит о том что нет критериев где истина где ложь хочет сказать стоп остановись человек вот истина а то что о чем ты думаешь что нет истинной лжи это лишь твоя фантазия так говорит и говорит у тебя есть здесь прямым текстом премудрый Соломон говорит у тебя есть жена не прелюбодействуй поэтому само слово прелюбодеяние это перелюбил наслаждайся говорит женой юности твоей все у вас говорит апостол Павел наставляет должно быть по согласию жена не должна уклоняться от мужа муж не должен уклоняться от жены есть некоторые люди которые рассуждают так ну вот время поста конечно нужно постоянно воздерживаться во время поста здесь нет никаких сомнений любой наставник духовый скажет об этом но чтобы не подавать повод и соблазн например мужу жена как сказано апостол Павел не владеет над своим телом но муж ибо это одноплоть и муж не владеет над своим телом но жена поэтому он говорит апостол Павел все должно быть у вас по согласию чтобы не давать повод к чему чтобы не искушал говорит сатана вас невоздержанием вашим поэтому супружеские отношения по отношению друг к другу это святая обязанность и здесь нужно быть внимательными к чтению апостола Павла к чтению святых отцов все должно быть по согласию и так такие наставления дает да еще интересно пишет по этому поводу святитель Абруси Медиаланский цитата о соблюдении взора да откуда все появляется мы говорили об этом в четвертой главе но здесь это тоже будет достаточно уместно так и говорит соблазн взора цитата но особенно за глазами нужно нам наблюдать и за нашими взорами все начинается именно отсюда потому что лучше ногами спотыкаться и с ног падать нежели глазам допускать быть причиной нашего нежели глазам допускать быть причиной нашего падения есть такая история которая связана с преподобным Макарием Великим когда он вышел из своего затвора был голос Божий идти ему в город и там он получит вразумление и когда он шел в город то возле городских ворот он встретил блудницу шел и смотрел на нее а блудница смотрит на него и когда они уже сблизились то преподобный Макари спрашивает что ты на меня смотришь тогда эта блудница говорит я смотрю на тебя потому что я как Ева взята от Адама и взята от тебя потому что ты мужчина а тебе говорит нужно смотреть в землю потому что ты взят из земли потому что Господь сотворил Адама из праха земного вдуло на него дыхание жизнь и стал человек душой живой и тогда преподобный Макари понял зачем он вышел из затвор чтобы получить вразумление куда нужно смотреть и так братья и сестры будем хранить свой взор будем хранить своего внутреннего человека будем обращать внимание на своих жен на своих мужей и стараться отходить подальше как об этом говорит быть осторожными как об этом говорит премудрый Соломон от пути той которая речами своими якобы говорит все будет хорошо хорошо но по конец какой так и пишет чтобы здоровье твоего не отдать другим действительно так и так столько мудрости и действительно наставлений можно получить в этой удивительной книге притчи Соломона которую мы с вами продолжим читать в дальнейшем приступим к шестой седьмой дальнейшим главам наставления от священного писания дабы умудрить себя и не ходить путями кривыми но найти тот путь который сам о себе говорит я есть им путь истина и жизнь от Продолжение следует...